Заключительный матч Тора и команды находились на 15 и 16 местах. Рассматриваю этот матч как игру за 6 очков. Игру так рассматривать нельзя, потому что все равно это 3 очка. Но мы понимали, что это очень важная игра и нам в психологическом плане нужно было одержать победу, добыть эти очки. Потому что я и до матча говорил сейчас на флеш-интервью и перед матчем о том, что по игре мы все-таки находимся не на своем месте. И мы достаточно много очков потеряли по тем ошибкам, которые мы допускали. К сожалению, к нам все залетало. И нам очень важно было, естественно, одержать победу. Мы понимали, что нас ждет. Мы понимали, что Воронеж футбольный город, умеющий болеть, и болельщики будут гнать свою команду вперед. Нам нужно было быстро приспособиться к этой игре. К сожалению, в первые 20-25 минут мы этого не сделали. Мы достаточно медленно очень контролировали мяч. Здесь я могу сказать о том, что ребята не совсем поняли, что поле достаточно медленное, скорость передач. Потому что когда поле достаточно быстрое, эта скорость передач совершенно другая. Здесь нужно было больше усилий прикладывать. И мы при выигрыше мяча очень медленно выходили из зоны давления, где соперник на нас оказывал это давление. Медленно за счет 3-4-5 касаний соперник успевал нас накрывать. А в таких случаях, когда идет переходная фаза, ты должен поменять количество касаний и поменять скорость. Скорость передач, скорость движения. Мы этого поначалу не делали. Уже во второй части первого тайма и почти весь второй тайм мы очень быстро на эти моменты реагировали. И я думаю, что игра получилась немножко другой. А факел на своем месте? Он вас удивил сегодня? Нет, не удивил. Потому что факел всегда так играет. Надо же понимать, что вот тот эмоциональный фон. Я сказал сегодня команде на установке, я сказал, сегодня вас ждет самоотдача, сегодня вас ждет бойцовская команда, которая будет биться, сегодня вас ждет эмоциональный фон, высокий. Вот к этому нужно быть готовыми. В плане игры в футбол вы можете не уступить. Если, естественно, к этому будете готовы и покажете свои лучшие качества. Ну, команда, я считаю, что она поменялась. Команда, если вы посмотрите, как играет сейчас факел, то изменения, естественно, есть. И мы готовились к этим изменениям, которые были в двух последних матчах, независимо от того, кто играл в кубковой игре и в чемпионате против Урала. Мы к этому готовились. Да, изменения есть. Уже по-другому играет фаль. Не совсем по игре. Вы тренировали команду в первом дивизионе, сейчас в высшем, знаете, первую лигу. 16 команд. Имеет смысл расширить до 18, чтобы не было вот этого кубкового соревнования, в котором уже никто не знает, кто с кем играет, уже сбились со счетов. Все-таки не об этом нужно говорить, а о том, что, к сожалению, у нас отсутствуют Еврокубки. В большей степени, естественно, многие команды ориентируются на Еврокубки. Мое мнение, если мы говорим о 18 командах, то они должны соответствовать уровню премьер-лиги. Потому что разбавлять, и где у тебя уровень будет еще чуть падать, я считаю, не совсем правильно. Но, понятно, мы говорим о том, что большая страна, и во всей стране очень много регионов, любящих футбол. Мы возьмем тот же Волгоград, который, по большому счету, должен быть представлен командой премьер-лиги. Потому что стадион заполняется постоянно. Мы смотрим во второй лиге, где 7-8-9 тысяч приходят на матчи. Я сам играл, я знаю, что такое Волгоград. Есть еще другие города. Конечно, если будут соответствующие уровни команды из таких городов, то это только положение. Посмотрите, факел здесь, футбольный город. Почти каждый матч приходит. Каждый матч приходит. И поддержка. Это сумасшедшая поддержка. А это для футболистов очень много значит. Спасибо. Как вы считаете, сегодня счет был по Луфре, Рубин оказался сильнее, факел? Ну, так, я не думаю, что... Можно сказать так, что игра шла с переменным успехом. И одна команда могла забить, и другая команда. Если брать второй тайм, то у нас был отрезок очень хороший, когда мы создали 2-3 момента. Не забили. А потом факел опять перехватил инициативу. И были опасные подходы. Был удар с зоны 16 метров, когда они попали. Но о чем я вот говорю? О том, что команда смогла перестроить сразу свою игру. И концовку, надо сказать, что последние 15-20 минут. За исключением последних 4-5, когда уже был забит мяч. Даже в этом отрезке был момент, когда мы втроем убежали и могли в конце забивать второй мяч. Но вы видели, сколько было хороших комбинаций, когда мы разворачивали игру, меняли направление атаки. И вот до гола было там попадание и в штангу, когда мы не забили. Были свои моменты. Поэтому так сложилось. Неудачно для факела и удачно для нас. Спасибо. Спасибо. Давайте удачно.